...района. И 21 января в 12 часов дня Попутин в школе на мою 8-летнюю дочь напала стая собак. Одна из собак вцепилась в ногу, повалила ребенка на землю. Мы, можно сказать, спасибо Богу, легко отделались, потому что вы, я думаю, все видели фотографии ребенка из Улан-Дэн. И что могло произойти с моей дочкой? Она могла не отделаться этой ногой и психологической травмой. Ребенку удалось чудом побиться от собаки, она пришла в школу, она позвонила мне. Мама, я пришла. Я говорю, все хорошо, да. То есть у ребенка был настолько шел, что она даже не сказала мне, что на нее напала собака. И у нее началась истерика. Мне уже позвонила мама с класса и сказала, прибегай, даже плохо, она меняемая. Там истерики. Ребенка я забрала. Привела домой. Причем вела ребенка мимо жертвы, своры собак, которые находятся в спальном районе во дворе. Пяти минутах от школы. Ребенка я забрала. Привела домой. Начала... Причем я зашла в управляющую компанию неподалеку и спросила номер телефона по отлову собак, на что мне сказали. Ищите в интернете. Я поинтересовалась, управляющая компания несет какую-то ответственность за эту территорию, где эти собаки. Мне сказали, нет, это вообще не наше дело. Мы никак к этому не причастны. Пришла домой, позвонила по телефону, который нашла... Это был питомник К9, на что они сказали, что мы только платно отлавливаем собаку, вам ничем не можем помочь. Звоните в полицию. Я позвонила в полицию, приехал на ряд... Взял мои письменные объяснения по этому поводу. И дали телефон опять же того же К9. Я снова позвонила туда, они снова мне указали, что они работают только платно. Я позвонила по номеру, который нашла в интернете, 520-135. На что мне сказали, что очень критическая ситуация в районе, особенно в Ленинском, что ежедневно поступают звонки от жителей района. И у них всего одна подрядная организация, всего один работник, который приезжает на место и ничего сделать со сворой собак не может, пока ловит одну, остальные собаки разбегаются. Далее, на следующий день я обратилась в прокуратуру, составила иск. На следующий день я была в следственном комитете, чтобы это дело не ушло, не замолчали, чтобы это было на слуху, чтобы можно было это отследить. В пятницу у меня снова снимало телевидение. В пятницу я обратилась к нашему депутату по Ленинскому району. И вот я здесь, он меня сюда пригласил. Я хочу сказать, что вот эта вот сумма 3600, это действительно смешная сумма. Вот сегодня будет собрание. Пожалуйста, реально просчитайте по ценам Иркутска все манипуляции с одной хотя бы собакой. Отлов там, бензин, что заложено в эту сумму. Ну, что Иркутска, это действительно, это копейки, даже 5000, я думала, что тот же К9, который, я видела, как они работают, я была на месте отлова собак. Конкретно эту собаку, которая укусила мою дочь, ее конкретно отловили двумя щенками. Три вот таких кобеля с этой же стаи до сих пор бегают у меня даже во дворе. Ребенок как увидит, что, я ей скажу, она боится одна ходить по улицам. Теперь мы ее увозим либо на такси в школу, либо где-то бабушка может, либо одноклассники помогают. И то есть даже 5000, мне кажется, это мало, чуть-чуть хотя бы еще надбавить, чтобы сами приюты, ну, сами вот эти подрядные организации отлова, чтобы они сказали, какую они сумму увидят. Спасибо.